Привет-привет, друзья! Всем привет с Аляски! У нас на улице опять наступило лето. Посмотрите, весь снег стаял. Вообще не вижу ни одного даже кусочка снега. Лужи кругом. И давайте посмотрим, какая же температура у нас сегодня. Та-дам! Плюс 10 градусов. Ну, это вообще что-то невероятное. Всё растаяло, тёплый ветерок. Вот по дереву видно, как оно качается довольно сильно. Но при этом чувствуется такое тёплое дыхание. Вчера я делала уборку и пылесосила здесь на балконе. Здесь были листья какие-то, нападали. Ну и что вы думаете, сегодня из-за этого ветра вот опять всё в каких-то чешуйках. Вот опять налетело. Это, наверное, вот с этой ёлки. Еду в страховую компанию. Страховая компания у меня называется State Farm. У меня там и машина застрахована, и квартира. Когда жили жильцы, была специальная страховка для аренды. И когда я вернулась, то спросила, есть ли мне смысл переделывать страховку на residential. Но на то, что я там сама проживаю, а не арендую. В смысле, не сдаю в аренду. Девушка мне всё посчитала и сказала, что да, смысл есть. Такая страховка будет стоить на 15 долларов даже дешевле. Я платила 254 в год. А тут она мне посчитала 239. И тут ко мне приходит счёт на 307 долларов. Я так удивилась. Почему это мне посчитали? Теперь уже на 70 долларов. Дороже опять. В общем, куча машин, столпотворение. Самые настоящие. Вон они вообще перекрыли. Нас гонят. Езжайте, езжайте. Так, едем, 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 едем. Едем. О, тут авария, наверное, какая-то была. Посмотрите, какая раздолбанная машина. Точно авария. Ничего себе. Она такая сильная. Ну и вот. И девушка должна была мне позвонить. Сказать. Почему так получилось. Но так и не перезвонила. И вот я теперь решила туда съездить сама. У меня до сих пор проблема общаться на вот такие серьёзные темы по телефону. Поэтому я предпочитаю ехать и разбираться вживую. Еду я по Галет-Хай-Вэю. Я вообще ненавижу Хай-Вэй. Но вот этот очень удобно идёт как раз к этой компании. И тут вот справа, если видно вам было, маленькие самолётики стоят, аэропортик. И дорога называется аэропорт Хейтс-Дор. Ой, мне туда не надо. Мне прямо-прямо. Чуть не уехала ни в ту сторону. Ну что там. Поехали. Далековато от меня находится эта страховая компания. И я в неё езжу довольно часто, как на работу. Постоянно с ними какие-то проблемы. Постоянно. То не так насчитают. То два счёта пришлёт вместо одного. То ещё что-нибудь. Никуда, ни в одно место я так часто не езжу, как вот в эту компанию. Ещё её и перенесли на другое место недавно. Короче, жизнь всё дороже и дороже с каждым днём. Оказывается, с 1 октября у них сменилась политика. Они сделали какие-то увеличения, улучшения своей страховки. То есть вместо 62 тысяч застраховано на 67 500 и так далее. Там несколько таких моментов. Вот. Поэтому увеличилась цена страховки. 307 долларов в год. И если я буду сдавать квартиру жильцам, то страховка будет ещё выше на 65 долларов. В общем, очень неутешительные новости. Вот. Ну всё. Тем не менее, я разобралась, заплатила. И сейчас ещё должна я заехать в магазин Walmart. Я вот покупала такой абажур на мою лампу. Но крепление оказалось не такое, другое. Там у моей лампы оно вот здесь, вот в этой плоскости. Поэтому мне надо будет сейчас заехать и сдать эту лампу обратно. А жаль, абажур для меня. А жаль, потому что мне он очень нравился. Он такой довольно простой, но красивый. И цвет, и фактура ткани. Приехала в электронный магазин Best Buy. Давненько я в нём не была. Хочу посмотреть спиралку с сушилкой. И хочу посмотреть камеры. И ноутбуки. Ну, в общем, всё буду смотреть. Ой, тоже мой любимый магазин. Вот, вот то, что купила Линда. Ой, какая прелесть. Wi-Fi роутер. Это вот, я не знаю, такой Google Home. Домашняя система какая-то. Ой, какие молодцы Google. Какие красивые штучки сделали. Ммм, просто прелесть. HD. Ну, какая маленькая. Sony. Вот всё давно я на неё смотрю, на эту Sony. Такая тоже хорошенькая. Единственное, у неё нет экрана. Вот это надо как-то привыкнуть, наверное, направлять. Я смотрю, многие блогеры снимают на такую камеру. Просто как-то вот надо, наверное, научиться целиться. Я пока не могу без экрана. Я постоянно в него смотрю. Вот какой глаз. Вот так вот берёшь руку. И ходишь вот так вот с ним снимаешь. И гоупрошки. Вот я думала, гоупро пятёрочку вот такую купить. Вот она тоже маленькая. И тоже такая удобная. Компьютеры. Дима меня, сын мой, склоняет покупать Apple компьютер. У него у самого Apple-овский Macbook. И меня он уговаривает. Он разобрался. Там столько функций интересных. Он мне всё это рассказывает. Мы с ним очень часто по Skype разговариваем. Я бы с удовольствием купила Macbook. Но ведь там другая операционная система. И мне переучиваться. Хотя, видимо, опять же, меня убеждают, что это очень легко переучиться. Но у меня все программы. Всё под Windows. Всё, что мне нужно. Вот Asus'ики. Такие. Это вот. Типа моего. Samsung'и давайте посмотрим. Нет, такой мне не нравится. Это очень толстый. Мне нужен вот тонюсенький ультрабук. Это как планшет с клавиатурой. Этот. Нет, толстоватый цвет. Мне не нравится. Этот нет. Я очень привередливая. Очень. Мне угодить трудно. Поэтому вот это всё мне не нравится. Мне очень важно, чтобы вещь внешне мне понравилась. Конечно, характеристики важны. Но внешне это для меня даже больше значит. Мне должна она быть приятной на ощупь. Приятной глазу. Вот эта на ощупь очень приятная. Ну, это опять же, видите, такой как бы планшет с клавиатурой. И вот такие тоже Microsoft Surface. Но мне не нравится, что они сильно какие-то квадратные. Форма мне не нравится. Нет. Ну, в общем, всё не то. Ну, и давайте посмотрим яблочки. Вот они, мои хорошие. Ну вот. Но это совсем другое дело. Ну, вот вы только посмотрите. Ну, тонюсенький просто. Форма какая красивая. То это вот цвет очень приятный. Ой, ну вообще, тонко тень. Это надо такое. Золотой. Диагональ. Это, наверное, 12. 12 мне маловато. Есть 13,3. Вот просто мониторы с клавиатурой. Тоже, какая прелесть. Какие тоненькие. Ну, это что-то. Ах, ах, люблю яблочко. Семёрочка. Точно такой же, как мой шестёрка. Ничем не отличается. Восьмёрочка. Ну, тоже. Я бы не сказала, что большая разница. Тоже. Такое же можно сказать. Часики. Часики хорошенькие. Стиралки, сушилки. Вот. LG. Сразу сходу нам. Ой, 1133. Ну, нет. Это сильно, сильно дорогие. Поехали дальше. Samsung. 944. Тоже, конечно, дороговато. Вот. Верпл есть с боковой загрузкой. Мне такие не подходят. Так, это сушилка. Вот Samsung. Так, это тоже сушилка. А вот это вот стиралка. Вот. Это такая же, как у меня. Вот точь-в-точь. Такая же, как у меня. И вот, смотрите. Она стоит 850 долларов новая. Итак, я в Коско. Тут тоже есть немного техники. И давайте посмотрим, что нам предлагают тут. LG. 1379. С верхней загрузкой. Да. Вверху. 1169. Почему же все такое дорогое? Я ничего не понимаю. Для чего нужен вот этот тазик? Для того, чтобы застирать что-то. Застирать и тут же вылить воду в машинку. Тут, наверное, какой-то краник. Вот отсюда подается вода в этот тазик. Вот. Что вот такой вот Samsung 829. Ой, посмотрите, какие пианино. Я училась в музыкальной школе 4 года. Я закончила 4 класса музыкальной школы. Конечно, я уже все забыла. Но я очень любила это дело. И всегда мечтала купить Ионику. Даже хотела у Эли брать классы игры. На фортепиано. Но Эля уехала. Все. То есть теперь этот номер не пройдет. Хотя я знаю, что здесь есть еще учителя музыки в Анкоридже. Вот, например, Люсина дочка София ходила к русской учительнице. И замечательно играет. Мой гордовый пуховичок совсем износился. И поэтому мне бы по-хорошему купить какой-то новый пуховик на зиму. Такие мне не очень нравятся. Эндрю Лонг. Эндрю Марк. Кирклэнд. Норрс Пейс. Мне нравится фирма. Но пуховички эти нет. Нет, не очень. Не хочу. Так. Вот этот синенький. Один почему-то. Хит. Вот. Я пока только взяла бутылочку ликера. Вот такого. Айриш Крим ликер. Потому что у меня закончился. И я подумала, может быть, кто-то придет в гости. У меня закончились манго в шоколаде. Я их так полюбила. Вот почему-то здесь лежит одна пачка. Как будто специально для меня. Где-то, наверное, есть и много их. Но не знаю где. Ладно. Раз специально для меня положили, чтобы я не ходила, не искала. То и хорошо. Тут Буфало фирма. Мне не нравится джинс. Я одни купила. Они были хорошего качества. Вот. Типа таких. Но они на меня не сели. Мерки какие-то не мои. Кельвин Кляйн на меня садятся как влитые. Вот появились пижамы. Такие же, как у меня. Но других цветов. Других расцветок. Мне эти пижамы очень нравятся. И вот такая вот серенькая, полосатая. У меня уже до такой степени износилась, что ее можно выбросить. Поэтому я сейчас куплю себе вот какую-нибудь такую пижамку. Вот опять я не могу выбрать. Вы видите? Я когда не могу выбрать, я беру и то, и то. Это невозможно. Это вот вроде со снежинками зимняя. Вот эта красная какая красивая. Ой, не знаю я. В общем, взяла красную пижаму. Она смотрится, мне кажется, больше как домашний костюм, чем как пижама. Вот. И М-ки у меня еще не было. Дома померяю, очень она мне большая или нет. Вот такие продаются. Клавишные. Они вон там стоят, но так высоко их не видно. Вот это вообще дешевенький. Касио. По 97,99. А вот это вот по 449. И вот иду по рядам. И чего тут только нет. Вот какие-то рожки коричневые. Спагетти. Все такими огромными порциями здесь. Вот это я вообще не знаю, что это такое. Креми Алфредо. Соус какой-то. Маринад. Еще вот томатные какие-то. Это пасты. Макароны и чиз. Макароны с сыром. Мясо. Мясо. Типа тушенки, наверное. Спам. Вот это. Типа такая колбаса в банках. Еще спам классик. Салман. О, вот это вот интересно. Пинксалман. Красная рыбка. Сардины в оливковом масле. Вот посмотрите какие. Ну вот взяла вот такой вот салман. Попробуем. Ну вот тут целая куча супов. Машвум суп. Вот разогревай банку и все. Не надо готовить. Суп из грибов. Это вот такой. Это суп органик. Вегетарианский. Прогресса. Вот чикен нудл. Это курица с вермишелью суп. Каких хочешь супов. Меня как-то Джерри с Элей угощали баночкой курочки с вермишелью. Но не то чтобы вкусно. Можно сказать невкусно. Но иногда, когда вообще, например, ничего не приготовлено дома, то, в принципе, вот какая-то водичка здесь. Like a raspberry. Delicious. Thank you. Вот здесь супы уже готовы. Вот так вот по банкам. И вот этот вот clam chowder. Очень вкусный на самом деле суп. Я его иногда беру в ресторанчиках где-то. Томатно-базиликовый суп. Chicken tortillo суп. В таких банках. Итальянский mushrooms. Грибной суп. Картошка какая-то с чем-то. Ну, в общем, чего тут только нет. Я возьму свои любимые ягодки. Эти blueberries. Сегодня они особенно крупные. Вообще огромные. Наверное, вкусные будут. Так, авокадо у меня еще есть. Я в прошлый раз купила. Мне попались незрелые. Два пришлось выбросить. Я их уже разрезала. Есть не смогла. Вот еще грибочков что ли купить. Так давно я грибов не ела. Вот возьму грибочки. Брокколи давно не ела. Для разнообразия. А то одно и то же меня уже тошнит от этой зелени. Ну вот, посмотрите, как выглядит мой новый костюмчик. Эмочка может быть мне, конечно, и большеватая. Но, в принципе, я чувствую себя в нем комфортно. Он еще подсядет немножечко, может быть, после стирки. Цвет мне нравится. Я рада, что купила такого цвета, потому что серенький у меня уже был. А вот такого красного еще не было. И еще я хочу сказать, я очень люблю клетку. Я прямо обожаю клеточку, поэтому мне он нравится. Тоненький такой. Качество классное. На сегодня все. Сейчас буду ужинать, отдыхать. С вами я прощаюсь. Всех целую. Всем всего доброго. И пока-пока-пока.